В Доме правительства состоялось заседание антинаркотической комиссии. В нем принял участие временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Мурадин Брантов. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова заседание провел заместитель премьер-министра республики Вячеслав Сапиев. Обсуждались вопросы оперативно-служебной деятельности по выявлению профилактики преступлений, пропаганды здорового образа жизни. Рассмотрена тема вовлечения детей и молодежи в занятия физкультурой и спортом, а также работы СМИ в сфере противодействия наркомании. Преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения в текущем году на территории республики не зарегистрировано. К административной ответственности по статье 6.9.2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача поднечено двое несовершеннолетних. Всего в рамках проводимой профилактической работы сотрудниками полиции составлено 657 протоколов об административных правонарушениях, связанных с ценным законом об выводах наркотиков, это на 101 больше прошлогодних результатов. Мурадин Брантов также рассказал, что совместно с заинтересованными ведомствами полиция проводит антинаркотические акции, является организатором тематических лекций и осуществляет проверки лиц, входящих в группу риска. Подводя итог, участники заседания отметили, что эта работа должна вестись комплексно, с привлечением СМИ и широких слоев общественности. И в продолжении темы о наркотиках. В Адыгее подведены итоги второго этапа всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проводилась с 11 по 22 ноября и предполагала активизацию взаимодействия правоохранительных ведомств и граждан. В органы внутренних дел поступило 35 сообщений. Абсолютно их большинство содержали информацию о фактах незаконного оборота наркотиков. При их отработке выявлено 13 наркопреступлений. На основании поступивших обращений пресечено 17 административных правонарушений. Из них 9 оформлено за потребление наркотических средств без назначения врача. Всего изъято около 200 граммов запрещенных веществ. Большая часть из них – это наркотики растительного происхождения. Кроме этого, сотрудники проверили более 70 мест массового пребывания молодежи. С подростками проведены профилактические беседы. В Адыгее выявлены факты уклонения от уплаты налогов. Это результат взаимодействия сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД с налоговыми органами. Проверочные мероприятия проведены в отношении 59-летнего директора и 50-летнего главного бухгалтера двух фирм, зарегистрированных в Адыгее, и занимающейся частной охранной деятельностью на территории Южного федерального округа. Указанными лицами в период с 2015 по 2016 год были допущены нарушения налогового законодательства, что привело к совершению преступления по уклонению от уплаты налогов с юридического лица на сумму 10 миллионов рублей и 9,7 миллионов рублей соответственно. Материалы оперативники направили следственные органы. На их основе Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУСК России по Адыгее возбуждены два уголовных дела по пункту А, части 2 статьи 199 УК России. Санкция до 6 лет лишения свободы. На прошлой неделе в Майкопе произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо подростков. Вот что известно к этому дню. Наезд на несовершеннолетних произошел 3 декабря около 13 часов 30 минут на улице 2 Крестьянской. Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. Данные молодые люди проходят лечение. От того, какое будет получено заключение судебно-медицинской экспертизы о тяжести причиненных телесных повреждений пешеходам, будет решаться вопрос либо об административной ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях, либо в случае тяжкого вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель находился на месте ДТП. Своего участия в ДТП на момент приезда сотрудников полиции он не отрицал. Дал показания по факту ДТП. Водитель не имел права управления транспортом и удостоверения вообще не получал. Сейчас ведется административное расследование. Следственным управлением Республиканского МВД расследовано уголовное дело о вымогательстве. Его фигурантом стал 23-летний парень. Подробности в материале Вадима Гаркова. Заявление поступило в полицию Адыгея летом этого года от 28-летнего жителя Маякопского района. Злоумышленник выдвинул требование о передаче 400 тысяч рублей. Эти деньги должны были погасить задолженность, якобы имевшуюся у родственника потерпевшего, перед лицами из криминальной среды. Один из потерпевших изначально давал ложные показания, а именно, что денежные средства у него вымогали четверо ранее неизвестных ему мужчин. Однако в ходе расследования уголовного отдела было установлено, что данному преступлению причастен знакомому потерпевшего. Проведенная оперативниками проверка показала, что в этом деле замешан 23-летний житель Маякопского района. Как выяснилось, не только под угрозой, но и с реальным применением насилия злоумышленник вымогал деньги у двоих односельчан в возрасте 28 и 46 лет. Узнав, что по данному факту возбуждено уголовное дело, парень скрылся от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск. Возбуждение уголовного розыска было установлено местонахождение лица, совершившего данное преступление, которое было незамедлительно задержано. И в дальнейшем в отношении данного лица Маякопским городским судом в республике Адыгея была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Вот еще одна важная деталь. В ходе допроса фигурант отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако под давлением доказательств, собранных следователями и оперативниками, частично признался в содеянном. Этого удалось добиться благодаря эффективной и слаженной работе стражей правопорядка. Сейчас уголовное дело направлено в Маякопский районный суд. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Вадим Агарков и Дмитрий Кучеров. Программа Вести. Дежурная часть. В полиции ведется постоянная работа по раскрытию ранее совершенных преступлений. Одно из таких дел как раз распутано в эти дни. Оперативники в Майкопе задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке автомобиля. 47-летний местный житель обратился за помощью в органы внутренних дел в феврале этого года. Выяснилось, что заявитель продавал свои «Жигули» еще в 2017 году. С просьбой осуществить сделку в рассрочку к нему обратился неизвестный мужчина. Как только хозяин передал машину, незнакомец пропал, а деньги потерпевший так и не получил. В полиции Майкопа было возбуждено уголовное дело. Оперативники задержали 35-летнего жителя Кашихабльского района. Легковушку он перепродал, а деньги потратил. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.